итак для посадки лука под зиму надо грядочку приготовить и немножко заранее что мы с вами уже делали я уже это показывал сегодня я вот подготовил такие бороздки потому что лук мы сажаем бороздки с расстоянием где-то 20 сантиметров так же как и весной единственное отличие от посадки лука под зиму от лука весной то что мы именно сажаем вот такую мелкий и лучок да и расстояние между посадками почти сокращаем почти вдвое то есть не 8 10 сантиметров между как бы делаем расстояние расстояние где-то 5-6 сантиметров то есть почаще почему мы это будем делать потому что лук может частично выпасть у нас то есть замерзнуть все будет зависеть от того какая конечно будет у нас зима если она будет очень морозная и малоснежная то вполне возможно что он может как бы и пропасть даже вести бывают и такие варианты что еще нам надо нам надо запастись мучей какой-нибудь да я использую вот старые опилки у меня вот остаток уже здесь вот остался можно видеть можно использовать сухой компост уже старый тоже вот у меня он есть и ее неплохо конечно все равно просеять то есть я вот беру ящик вот такой вот и насыпаю сюда и легко просеивается то есть остаются как видно комки какая-то крупная кора вот его можно отдельно потом в тропинке все это засыпать еще я всегда конечно заготавливают лапничек чтобы покрыть после того как я посажу как покрыть грядку во первых он частично утепляет вот когда сверху еще снег а первое время он не дает разрытия посевы и посадки кошкам которых у меня здесь в огороде много ходит также птицам часто сороки роются и так далее то есть вот чтобы просто даже не разрыть грядку очень здорово помогает конечно ладно ну что посеем теперь все также дон смотрим и немножко просто мы глубоко уже не утапливаем а просто расставляем поскольку у нас уже бороздки как бы на определенную глубину сантиметра на три-четыре вглубь и они уже есть и мы вот через такой расстоянии циву там где-то пять сантиметров буквально его уставляем так сам лук я посадил остается его замульчировать еще такое отличие осеннего посева от весеннего дело в том что если влага в грядке есть а у нас вот проходили дожди что не очень сухая грядка то ее поливать не надо не надо поливать не рядки не после того как мы замульчируем время посадки то есть у нас это обычно вот начало октября сейчас у нас начало октября это вот я живу в Ивановской области средняя полоса России но обычно если по погоде да мы будем судить то это делают где-то за три-четыре недели до уже таких настоящих будем говорить морозов когда уже температура опустится средняя где-то 1-2 градуса тепла то и отрицательное будет что должно произойти то есть лук должен у нас укорениться то есть пустить корешки но ни в коем случае не пустить перо то есть не вылезти наверх с пером поэтому вот выбирают такое время самое хорошее что если он укоренится то он тоже перезимует хорошо если он пустит перо то он может перо может подмерзнуть это тоже не здорово а если не успеет укоренится тон тоже может замерзнуть то То есть вот как бы соблюсти вот этот баланс. Но у нас приходится как бы все время просто по времени. Это вот начало октября и делаем. Конечно, сажать вот как сейчас лучше в солнечную погоду. И теперь просто мы мульчируем я грядку. То есть вот эти бороздки по уровень засыпаю. И он получается, что он как раз на глубине, на той находится, на какой я сделал бороздку. Если мы хотим поглубже, то мы ее поглубже делаем. Если хотим повыше его посадить, то естественно помельче делаем. Но под зиму его сажают немножко глубже, чем весной. Потому что, чтобы опять же по той же самой причине, чтобы он не вымерз. Вот. Весной я сажаю, я сначала наоборот мульчирую грядку. А потом просто даже вот в мульче делаю как бы бороздки. И сажаю. И достаточно он получается повыше посадить. То осенью он получается поглубже чуть-чуть. Вот я замульчировал грядку. Я стараюсь ее замульчировать не только сами рядки, где посажено. Но и бока, и между рядками немножко. Для того, чтобы весной сорняки все равно не очень быстро пробивались на пустой земле. А сквозь мульчу сорняки все равно будут расти гораздо хуже. Не так быстро прорастать. И гораздо легче их будет даже полоть, когда они прорастут. И рыхлить грядку тоже будет легче намного. И также будет под мульчой, конечно, сохраняться влага, которая необходима как раз будет весной. То есть весной вот именно должна быть влага. Что мы дальше делаем? Дальше я делаю, конечно, лапником. Если у вас нет возможности его достать, то этого можно и не делать. Но если есть там кошки, кто там разгребает, то можно просто покрыть даже грядку укровным материалом белым. Только его чем-то немножко прижать, чтобы его не сдуло. Я же раскладываю лапник. Вот таким вот образом. Он такую создаст немножко воздушную прослойку. И первый снег как бы будет лежать на лапнике. И он здорово утеплит грядку. То есть не даст промерзнуть. Ну что, осталось мне укрыть грядочку. И лук будет посажен. Вот можно посмотреть, что лук хорошо перезимовал. Взошел. Хотя у нас май был со снегом даже. Поэтому какие-то верхние точки листочков немножко может быть чуть-чуть как бы желтенькие. Но это ничего страшного. То есть он весь взошел. У нас не выпрял. Ничего замечательного. Его даже придется прореживать. Сейчас что надо сделать? После того, как он взошел и уже немножко подрос, как вы видите. То есть надо произвести рыхление. Вот я начал уже рыхлить. И это можно сделать разными, что у вас есть. У меня просто вот такой вот культиваторик. И между ряди надо обязательно прорыхлить. Во-первых, сорнячки, чтобы достать. Вот так вот. Сейчас еще вот почва влажноватая. Но она достаточно убитая. И туда, конечно, надо запустить воздух обязательно в почву, чтобы корневая система развивалась. То есть за зиму почва все равно очень уплотнилась. И рыхление обязательно нужно. То есть вот этим вот культиватором я достаточно глубоко прорыхлю. Вот. А потом можно просто как бы царапочкой вот это немножко разровнять. Комочки, которые тут образуются. И заодно собрать сорняки. Потому что когда я рыхлю, сорняки остаются все. Я их выкручиваю все наверх, какие взошли. Чтобы не наклоняться особо, но глубоко прорыхлить. Вот этим культиватором очень это удобно делать. Вот я прорыхлил весь лук. Ударил сорнячки. И в принципе это заняло небольшое у меня время. Теперь я внесу М-препарат как в почву, так и обработаю по листве. Для того, чтобы внести в почву, я буду использовать вот этот вот жук. Пользуюсь я препаратом биоконструктора и комик урожайный. Приготавливается его 5 литров. Хватает на весь сезон с лихвой. Готовый раствор, чтобы внести в почву, надо еще разбавить 1 к 100. Поэтому я и говорю, 5 литров достаточно. Вот он у меня сейчас готовый. И вносится очень простым способом. То есть я откручиваю у жука распылитель. И вот так вот под корешок. Просто проливаю. Не надо его много лить. Вот. Очень мне вот этого жука, здесь 5 литров, на эту грядку более чем достаточно. Даже не на дну хватит. Вот таким вот образом мы делаем обработку почвы. После того, как я произвел обработку почвы. Ну, конечно, я делаю не одну грядку, а несколько. Я на дне оставляю где-то 10% разведенного препарата, который разводился 1 к 100. Доливаю туда воды. У него концентрация получается уже 1 к 1000. И мы делаем обработку по листве. Я просто приворачиваю уже распылитель и обрабатываю по листве. Вот таким вот образом. Все. Весенняя первая обработка всходов, которые были посажены под зиму лука, завершена. Итак, сейчас у нас конец июня. Весь июнь был очень дождливый. Но, тем не менее, лука набирает свою зеленую массу. И сейчас надо сделать вот такую операцию. Конечно, при обильных дождях надо его довольно-таки часто рыхлить, что мы и делали. Естественно, следить за тем, чтобы он не зарастал сорняками. Но, как вы знаете, мы перед тем, как его сеять осенью, мы, конечно, выносили достаточно большое количество мульчи в видеопилок. Но они уже фактически превратились в землю. И с рыхлением перемешались, конечно, с грунтом. И это не очень заметно. Но сейчас нужно вот на вот этом этапе уже начать его прореживать. Поскольку, как вы знаете, что овсюшку мы сеяли достаточно часто. Потому что зимой она могла бы, частью могла бы выпасть. И, как бы говорится, не взойти. Поэтому она сеется чаще. Но у нас она взошла почти вся. И надо обязательно его вот в этот момент, когда уже набирается зеленая масса, когда мы можем выбрать, оставить именно хорошие экземпляры для того, чтобы у нас образовывалась луковица. И уже в этот момент мы видим, что какой-то лук может пойти в стрелку. И вот это надо будет сейчас проредить и удалить. А именно, вот я смотрю, между луком надо обязательно оставить расстояние в районе 8-10 сантиметров. Поэтому прямо с края мы идем и смотрим. Вот здесь вот у меня две хороших. Мы пока это вот оставим. Вот этот я могу смело убрать. Но надо вот так вот на сторону аккуратненько, не дергать. И что надо сразу делать? У нас остается вот такая вот ямка. Ее обязательно, конечно, мы заделываем. Никакой доступу луковой мухи, чтобы туда не было. Естественно, это прекрасная у нас зелень. И мы ее откладываем. Поэтому прореживать можно не все за один раз. Потому что мы сразу много зелени получим. Ее сразу не съедим. Поэтому в течение недели можно это делать. Вот я вижу, что очень слабенький лучок. Естественно, я его тоже весь беру. Вот лучок мне не нравится. Вот здесь вот мы сделаем расстояние. Где-то чуть оно будет меньше. Чуть, а где-то чуть больше, например. То есть не обязательно расстояние будет четко выдержанное у нас. Потому что мы все-таки убираем более слабый лук. И более тот, который может пойти в стрелу. А это уже видно. Вот вроде бы хороший лук. Но я вижу, что здесь уже образуется стрелка. Естественно, я его убираю. И тут же присыпаю. Это надо делать либо после полива обязательно. Либо после дождя. У нас идут постоянно дожди. Грунт очень-очень влажный. Поэтому соседние корешки, которые мы можем повреждать у соседнего лука. Они не подсыхают. И остальной, вот оставшийся лук, будет продолжать очень нормально расти. Вот мы можем посмотреть. Вот все уже. Здесь вот появилась стрелка. Естественно, ничего хорошего бы, вот из этого вроде бы неплохого лука я бы не получил. Стрела бы на себя забрала все питание. И, конечно, после того, как мы прорядили, можно будет дополнительно аккуратненько прорыхлить между ряди. Вот и все, что нужно сделать вот в этот момент. Сейчас настало такое время, когда я могу уже сравнить, как у меня растут культуры, которые я сажал осенью. И их же сажал и весной. Как можно посмотреть, он сейчас уже находится, в принципе, в стадии нормальной спелости. Немножко осталось лечь перо. Еще не хочет никак ложиться перо. Стоит такое зеленое, плотное. Но уже некоторое перо начинает ложиться. И можно посмотреть, что уже шкурка у лука. Вот. Появилась коричневая, какая должна. Еще буквально немного. И этот лук можно убрать. Чтобы... Если мы боимся, что он может начать подгнивать, то перо можно искусственно примять. То есть, рукой можно его сломать, чтобы он побыстрее созрел. То есть, если, например, у нас впереди передают там дожди, то лучше как бы ускорить его созревание, чтобы он не начал гнить. И сейчас пришло время его убирать. Дело в том, что этот лук не в какую не хотел ложить перо. Потому что желательно убирать, конечно, его, когда перо вот так вот лежит, как сейчас. И мне его пришлось пять дней назад искусственно пригнуть. Для того, чтобы у нас вот эта вот шейка пережалась, и она здесь уже пересыхала, чтобы лук созрел. Так что, если вы видите, что ваш лук может заболеть, а сейчас уже первые признаки заболевания лука налицо у нас, потому что пошли очень сильные туманы, росы, и уже легко лук начнет поражаться пеноспорозом. Чтобы не произошло этого, чтобы он активно им не поразился, и не стали подгнивать луковицы, а мы видим, что сам лук как бы созрел, у него есть уже чешуйки. Если вот я вынул луковицу, то все как бы у него прекрасно. То есть, он уже готов для того, чтобы его на хранение. Но он очень здорово стоял вот так, и ни в какую не хотел ложиться, потому что в этом году было избыточное количество, наверное, влаги. Перо росло очень мощное у лука. И вот эта шейка была очень толстая, и сейчас она, конечно, толстая, что она ни в какую не хотела сама перегибаться. То есть, он бы еще долго мог вот так вот стоять, и мог просто подгнить. Поэтому, если вы смотрите, что у вас лук, в принципе, уже покрывается вот такими чешуйками, что он уже созрел, то перо лучше искусственно пригнуть где-то за неделю до уборки. И тогда она уже, вот здесь я уже вижу, что она уже фактически пересохла, то есть она мягкая стала у меня, эта шейка. И сейчас, когда я уберу его на хранение, он будет уже прекрасно сохнуть, и будет все нормально. И как бы он уже дозрел. Поэтому лук мы сейчас полностью с грядки соберем и посмотрим, какой урожай у нас получился. Вот такой урожай получился с этой грядочки. В принципе, такой средний, самый хороший как раз лук. Если он еще будет очень хорошо храниться, а то, как он рос, был более устойчив к пеноспорозу, чем лук, который был посажен весной, то я надеюсь, что и храниться он будет даже лучше. Естественно, сейчас мы его уберем сначала на хорошую просушку, на чердак, прямо вместе с пером. Перо я никогда не обрезаю, никогда не обрезаю корешки, до тех пор, пока это все очень, как следует, не высохнет и не станет хрустящим. Что здесь уже пережмется и высохнет вот это вот место полностью, станет буквально тоненьким-тоненьким и как бы коричневым, конечно, полностью сухим. Вот, и высохнут, естественно, корешки. После этого подрезаются корешки, подрезается, как бы, вот эта вот ножичка, оставляется здесь такой хвостик и убирается уже в прохладное место на хранении. В кочегарке у меня хранится до весны, не прорастая вообще. Очень хорошо. Но главное, его предварительно очень как следует просушить. Для сравнения хочу, конечно, сейчас сказать, что вот эта грядка, это лук, который был у меня посажен весной и, как я вижу, он уже тоже, вот буквально за последнюю неделю здорово подвергся пеносфорозу. Вот верхушки, как вы видите, почернели. Верхушки, это вот эти вот туманы, несмотря на то, что я, как бы, обрабатываю его, конечно, немного, но, вот и М-препаратами. Но М-препараты, они не так сильно, они, как бы, как профилактически действуют, они могут отсрочить заболевание, и оно бы могло у меня развиться гораздо раньше, но когда уже идет такое сильное массовое росты, то тут либо химией надо обрабатывать, что я никогда не делаю, и, естественно, не хочу применять химию у себя на огороде, и потом ее использовать продукцию в пище. А М-препарат, они немного отсрачивают, как бы, промежуток, тем не менее, урожай, в принципе, здесь уже тоже лук созрел, и сейчас я его хочу даже без пригибания эту грядку все равно убрать, потому что впереди, вроде бы, как обещают у нас тут дождички, и даже можно посмотреть, идут тучки, и влаги ему совсем не надо, влаги уже у него и так избыточна была в этом году. А заодно и можно сравнить даже величину и качество урожая. Итак, я убрал и лук, который мы сажали весной, в принципе, он сопоставим с этим луком, но, если сравнивать, там я сажал крупный достаточно сиевок, ну, средний, будем говорить так, тот, который идет именно на посадку весной, а здесь так называемый овсюшка, очень мелький сиевок, который, в принципе, очень, почти ничего не стоит, его легко купить осенью, и посадочный материал может обойтись во много раз дешевле, если вы его покупаете. А если вы его выращиваете, как я, вот у меня, вон, впереди, вы видите, как раз растет сиевок, очень густо посеянный, и там всегда где-то процентов 20-30 получается вот этой мелкой овсюшки, которую сохранить до весны почти нереально, а вот посадить ее под зиму и получить вот такой вот лук, в принципе, можно, хотя есть определенные риски, но в этом году вот вырос он очень замечательно, что меня не может не радовать. На этом сегодня все, до свидания, до скорых встреч!